Рассказ о самой загадочной странице американской истории есть смысл начать с английского дворянина сэра Уолтера Рейли, который по просьбе своей королевы Елизаветы I, которую народ прозвал Virgin Queen, королевой-действенницей, снарядил экспедицию в Северную Америку, дабы основать там английскую колонию. Земли, на которых должны были высадиться добровольцы, простирались от современного штата Пенсильвания до Каролины и в честь королевы были названы Вирджинией. А начать осваивать новую заморскую территорию английского королевства было решено с острова Роанок. Первым колонистам, поселившимся на острове, пришлось не сладко. Зима выдалась суровой, запасы еды истощились. Кроме того, поселенцам пришлось постоянно обороняться от агрессивных индейцев. Прожив на острове чуть более полугода, англичане оттуда драпанули. Драпанули на попутном судне, которое проходило мимо. Через несколько недель после их отъезда на Роанок высадилась новая группа храбрецов из 15 человек. Сэр Фрэнсис Райли верил им охранять поселение до прибытия новой партии будущих американцев. В 1587 году на берег Роанока сошли 150 человек во главе с губернатором Джоном Уайтом. Но Роанок встретил их молчанием. 15 человек, оставленные на острове, год назад бесследно исчезли. Попытки найти хоть какие-то их следы не увенчались успехом, но губернатор дал команду обживаться. Расположившись на новом месте, англичане поняли, что им явно не хватает инструментов и продуктов питания. Джон Уайт решил привезти их из Англии, куда немешкая отправился на том же самом корабле, который доставил переселенцев в Америку. Пообещав вернуться через полгода, губернатор сумел возвратиться на Роанок только через три. И остров вновь оказался безлюдным. 150 человек и его внучка Вирджиния, первый ребенок поселенцев, исчезли бесследно. Перед тем, как покинуть остров, Джон Уайт условился с колонистами, что если им придется покинуть Роанок, они оставят на видном месте знак, говорящий, куда они ушли. Если же им будет грозить опасность или придется бежать, чтобы спастись, то дополнительно на дереве под названием нового места колонии они вырежут еще и крест. Креста под вырезанной надписью не было. Это означало, что его люди ушли с острова по доброй воле. А надпись состояла из одного слова. Кроатан. Это было название острова, расположенного в 80 километрах от Роанока и населенного индейцами. Уайт немедленно отправился туда, но погода неожиданно испортилась. Его корабль снесло в открытое море, и не решившись бороться со стихией, губернатор взял курс на Англию. Но это не значит, что поселенцев бросили на произвол судьбы. Всего на Роанок и соседний Кроатан было направлено четыре поисковых экспедиции. Последнюю возглавил сам Уолтер Райли. Но поиски были тщетными. Не было найдено даже капли крови, пряди волос или лоскута разорванной одежды, что указывало бы на атаку врагов. Интересно, что вместе с людьми пропали и домашние животные. Солдаты не нашли ни одной собаки или курицы. В итоге королеве послали депешу. Они не могли исчезнуть просто так, что не осталось даже следа. Их забрал дьявол. Позднее Райли уже по собственной инициативе искал поселенцев, перекопал всю землю на месте деревни и лишь через 14 лет прекратил безуспешные поиски. Никого из 117 мужчин, женщин и детей, оставшихся в 1587 году на острове Роанок, больше никто никогда не видел.